всем большой привет сегодня буду готовить замечательный вкусный королевский торт сникерс почему королевский в конце этого ролика вы сами все поймете этот торт действительно по вкусу напоминает батончик сникерс и готовится такой торт довольно просто белки отделить от желтков к белкам добавлю щепотку соли и начинаю взбивать до пышной устойчивой пены белки взбила теперь не прекращая взбивание добавляю по чуть-чуть сахар продолжая взбивать на высокой скорости теперь добавляю по одному желтку и взбиваю на маленькой скорости миксера желтки добавила теперь вливаю подсолнечное масло миксер теперь нам не понадобится можно его убрать теперь я беру просеянную муку добавляю какао порошок одну чайную ложку разрыхлителя все это перемешиваю и в два-три приема будут добавлять к яичной смеси аккуратно перемешиваю венчиком форму заранее состелить пергаментной бумагой либо фольгой форму у меня 25 на 35 сантиметров форму убираю хорошо разогретую духовку минут на 30 35 но опять же у всех духовка разная поэтому время выпечки также может отличаться и так прошло 30 минут достала форму из духовки корж хорошо пропекся теперь даю ему полностью остыть тем временем подготовлю крем в этом рецепте я буду использовать два вида крема для первого крема мне понадобится сливочное масло сливочное масло комнатной температуры взбиваю до бела добавляю вареное сгущенное молоко одну баночку перемешиваю и первый крем готов этот крем закладываю в кондитерский мешок и убираю в холодильник для для второго крема мне понадобятся сливки сливки жирностью от 33 процентов холодной сливки взбиваю сначала на маленькой скорости потом скорость постепенно увеличивают до максимальной и взбиваю сливки до мягких пиков далее добавляю сгущенное молоко понадобится пол баночки перемешивать нужно на маленькой скорости миксера либо вообще миксер убрать и перемешать лопаточкой второй крем также перекладываю в кондитерский мешок и убираю пока в холодильник тем временем корж полностью остыл разрежу его пополам теперь каждую половинку разрежу вдоль и у меня в итоге получится четыре коржа теперь я возьму жареный арахис арахис желательно немножко измельчить также понадобится карамель карамель я заранее подготовила кто не смотрел рецепт может посмотреть ссылочку я оставлю в описании под этим роликом соединяю арахис и карамель в общем у меня все готово теперь можно собирать сам торт укладываю первый корж коржи пропитывать буду молоком молоко без сахара сахар лучше не добавлять потому что крем и первый и второй и карамель очень сладкий поэтому здесь сахар будет лишний далее идет первый крем скажем так шоколадный крем из крема сделаю по бокам бордюр чтобы арахис никуда не делся сверху выкладываю карамель с арахисом вы его далее идет второй корж также пропитываю молоком беру уже второй крем белый также делаю бордюр сик из шоколадного крема выкладываю оставшийся арахис и аккуратно разравниваю и так собираю все коржи получившийся торт теперь убираю в холодильник как минимум на два часа он должен схватиться у меня остался немножко еще шоколадный крем им я буду смазывать бока торта и так прошло два часа смазываю оставшимся кремом также подготовила шоколадную глазурь вы можете взять готовую плитку шоколада растопить и полить сверху самого торта либо приготовить шоколадную глазурь дома и осталось украсить торт арахисом посмотрите на этот торт он действительно королевский да безусловно назвать этот торт диетическим никак нельзя и съесть много тоже не получит но он очень вкусный я вам всем советую приготовить этот торт приближается праздник 8 марта и я вам советую приготовить такой торт для своих любимых мам для своих любимых бабушек я думаю они обязательно это оценят всем рекомендую попробовать пишите свои комментарии ставьте лайки всем хорошего настроения всем здоровья и всем пока